В Москве наградили победителей Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Традиционно он проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений по благословению Святейшего Патриарха и на протяжении уже 10 лет охватывает епархии и митрополию Русской Церкви. За это время участниками творческого конкурса стали более 10 тысяч ребят из разных стран. В работах детей отражено все, что окружает их повседневной жизни. Они рисуют свою семью, друзей, родной дом и город, природу, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира. Я люблю русскую народную тему. И вот я решила, почему бы мне не нарисовать ее, то есть передать свое настроение именно в эту картину. За счет ярких красок, переживаний некоторых даже. По словам организаторов, только на финальный тур было прислано почти две с половиной тысячи работ. Детям конкурс дал возможность реализовать свой творческий потенциал. Взрослые, глядя на рисунки, увидели мир через призму детского сердца. Этот конкурс развивает детям не только любовь к родине, любовь к своей семье, но еще любовь к Богу. Все-таки это очень такая высокая тема, которая помогает детям радостно жить, любить всех своих родных. Лучшие работы были также показаны на выставках в Государственной Думе и Совете Федерации. За время рождественских чтений экспозиции смогли посетить более 15 тысяч москвичей и гостей столицы, прибывших для участия в международных рождественских чтениях. Такие работы все интересные. Впечатление, вот смотришь, действительно, вот исконно русское, почему-то гордость такая за детей. Настолько они вот проникнуты духовностью, нравственностью. Очень понравилось. В день официального закрытия рождественских чтений в торжественной обстановке были награждены победители, занявшие вторые и третьи места на творческом конкурсе. На сцене зала церковных соборов получили награды 25 детей. Нет плохих работ, нет худших работ. Каждый ребенок по-своему видит мир, он каждый по-своему его передает. Поэтому оценить лучше, хуже – нет. Чуть-чуть получше нарисовало 30 человек. Заменить те эмоции, которые передает детский рисунок, невозможно. Взрослые, они рисуют по-другому. Дети – это открытая душа, открытое сердце. Лауреаты, занявшие первые места, получили награды из рук Святейшего Патриарха и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко во время парламентских встреч в Совете Федерации. По решению жюри в этом году главным призом для этих детей станет поездка в Италию. Женщикам.